Добрый день. Bilingual Subtitler – программка для упрощения и увеличения эффективности просмотров фильмов, сериалов на английском с английскими субтитрами при помощи динамически подключаемых или постоянно подключенных к английским русским субтитрам. Как происходит просмотр с Bilingual Subtitler? Встретилось непонятное мне слово. Нажимаю на горячую клавишу Bilingual Subtitler, воспроизведение останавливается, подключаются русские субтитры. На данный момент они расположены таким образом, чтобы прямо рядом с английскими располагались русские, переведенные через машины, переводчик, чтобы можно было изначально посмотреть именно такой подстрочный перевод. Мне непонятно, что такое ByHard, это оказывается наизусть. И что такое EveryMeasure? К сожалению, из машинного перевода в данном случае непонятно, что это такое, поэтому также располагаются переведенные литературно русские субтитры. Каждый такт в данном случае EveryMeasure. Все, я понял данную реплику. Нажимаю снова ту же горячую клавишу, которую я установил в Bilingual Subtitler. Воспроизведение продолжается чисто с английскими субтитрами, русские субтитры убираются. Что такое Bilingual Subtitler? Это не видеоплеер, это программка, которая сочетает в себе создание нужных субтитров и контроллер видеоплеера. Выглядит она вот так. Собственно, первая часть — это создание нужных субтитров, и вторая часть — это контроль видеоплеера. Здесь мы создаем субтитры, которые в дальнейшем будут использоваться при просмотре, то есть оригинальные английские и итоговые двуязычные субтитры. Откроем оригинальные субтитры из файла mkv. Но в действительности они будут открываться чуть дольше, это специально скомпонованный файл. Если нам нужно более одного потока русских субтитров, мы можем добавить второй и третий поток русских субтитров. Откроем литературно переведенные. Второй и третий поток русских субтитров. А первые субтитры мы создадим с помощью Яндекс.Переводчика из английских субтитров, чтобы получился такой машинный подстрочный перевод. Для этого в программе есть ссылка на Яндекс.Переводчик. И сюда мы загружаем документ. По умолчанию в Bilingual Subtitler можно установить на горячие клавиши, по которой происходит либо остановка воспроизведения и подключение русских субтитров, либо последующее продолжение воспроизведения и отключения русских субтитров. Только клавиши клавиатуры. Если вы хотите использовать, например, беспроводную мышь, то оказалось достаточно удобно. В этом поможет программка X-MouseButtonControl, на которой можно для определенного приложения назначить имитацию по нажатию кнопки мыши клавиши клавиатуры. В данном случае мы имитируем по нажатию правой кнопки мыши нажатие пробела, который установлен у нас как горячая клавиша Bilingual Subtitler. Таким образом, когда я во время воспроизведения нажимаю на правую кнопку мыши, у меня останавливается воспроизведение, подключаются русские субтитры, я смотрю непонятный мне момент, нажимаю снова на ту же правую кнопку мыши, русские субтитры убираются, воспроизведение продолжается. Также программу можно использовать для того, чтобы смотреть постоянно с подключенными русскими субтитрами, то есть не динамически подключаемыми по горячей клавише, а все время на экране находятся и английские, и русские субтитры. Но так несколько проблемней, мне кажется, возможно, это будет удобно для тех, кто только начинает таким образом изучение английского. Итак, мы открыли все нужные субтитры. Когда мы открывали файл МКВ с оригинальными субтитрами, автоматически в поле итогового файла прописался путь до него, нажимаем кнопку «Создать субтитры» и нажимаем «Воспроизвести выбранный файл». Приятного просмотра!